Профилактическая работа специалистами налоговых органов проводится регулярно. И встречи в БРГТУ – это лишь еще один повод напомнить о том, что налоги человек, занимающийся любой индивидуальной деятельностью, обязан платить. Ведь налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. Фразу известного американского судьи Оливера Уэнделла Холмса достаточно часто цитируют преподавателя экономического факультета своим студентам. И уже они-то точно знают, что бесплатным бывает лишь сыр мышеловки, да и то не всегда потому. В ходе встречи с налоговыми инспекторами прозвучали вопросы о репетиторстве, как наиболее распространенной форме дополнительного заработка преподавателей. Заниматься этим видом деятельности можно по заявительному принципу. Да моклов меч тогда висеть над головой не будет. Репетиторство тоже, я думаю, те, кто занимается постоянно репетиторством, они обязаны платить, они обязаны зарегистрироваться в налоговой инспекции и платить, так сказать, ту сумму, которую налоговая инспекция нам определяет. Общество наше идет и во всем мире. Неуплата налогов – это нарушение законов, это карается. Ну и у нас, я тоже думаю, понимаю сейчас, что наши люди, наши граждане должны выполнять законы. Но инициированная акция касается не только преподавателей. В своем большинстве это люди законопослушные и не будут рисковать своей репутацией ради сиюминутной прибыли. Мероприятие прежде всего направлено на то, чтобы достучаться до умов и сердец студентов, которые хотят быть материально независимыми. Но иногда эта независимость заканчивается плачевно. Будьте финансово и налогово грамотны, тогда все у вас получится. Есть программа, которая утверждена Советом Министров и Республики Беларусь. Согласно этой программе проводится обучение населения по финансовой и налоговой грамотности. И вот в рамках этой программы сегодня состоялась встреча с студентами Брестского палестнического университета. В ходе беседы налоговые органы обучают азам налоговой грамотности. Это важно знать, правда же? Да, это важно. Это пригодится в будущем. Да и не только в будущем, но в сегодняшний день для студентов это важно. Ведь у них есть не только права, но и обязанности по уплате налоговых платежей. Студенты народ любопытны. Открытые вопросы у них по предпринимательству немалая информация. Они подчеркнули также достаточно много, чтобы быть грамотными и подкованными, начиная вести какую-либо предпринимательскую деятельность или устраиваясь на работу, не попасться на удочку зарплат в конвертах. Если в нескольких словах встреча получилась обоюдовыгодной. Вы заканчиваете университет, правильно? Приходите на работу. Он говорит, слушай, ты такая классная, что зарплату в твоем доме буду платить 200 долларов, а 700 еще добавлю в конвертики. Как ты отнесешься к такому предложению? Ну нет, возможно, я даже не поверю в это, в его серьезное намерение. Действительно, может, первое время он что-то мне поплатит, но потом он откажется от своих слов, скажет, что на документах я тебе обещала другую зарплату. Потом ты можешь, если это все раскроется, то и к тебе будут вопросы с налоговых органов и к твоему работодателю. Какими видами деятельности можно заниматься по заявительному принципу студентам? Как открыть свое дело о мерах ответственности в случае нарушений? На все эти вопросы и ряд других сопутствующих конкретно ответили специалисты. У нас есть виды деятельности, при регистрации которых не требуется регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. Единственное условие – это уплата налоговых платежей. То есть физическое лицо без регистрации может осуществлять определенные виды деятельности. А именно какие? Интересные для студентов? Ну, перечень их большой на сегодняшний день, но такие наиболее актуальные, в частности для студентов, это репетиторство, услуги по переводу, услуги в области сельского хозяйства, фотосъемка, музыкальное обслуживание, услуги тамады. Уже сегодня, спустя несколько лет, мы на самом деле можем сказать, да, что результаты есть. И эти встречи, они абсолютно проходят небесплодно. В чем это заключается? Нам очень приятно, когда появляется в наших дверях молодой человек, студент первого-второго курса, который хочет заняться каким-то определенным видом деятельности. А спустя 3-4 года он уже вырастает с этих штанишек и идет для регистрации либо индивидуального предпринимателя, либо открывает свою фирму. Некогда Бенджамин Франклин сказал, что в мире неизбежны только две вещи – смерть и налоги. Цитата известного политика сегодня подтверждена жизнью. Любое государство существует за счет налогов, которые платит народ. И об этом человек должен знать, а знания прививаются с малых лет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!